Артур Парфенчиков во время поездки в Олонецкий район проверил результаты реконструкции телятника на 235 голов молочного стада в племенном совхозе Ильинская. За счёт субсидий из бюджета республики в этом году в бывшем здании картофелехранилища заменили кровлю, обустроили систему уборки навоза, установили стеклопакеты. Общая стоимость работ – почти 25 миллионов рублей, в том числе 9 миллионов – средства субсидий из бюджета Карелии. Вообще чувствую телятки себя очень хорошо. Привес получили за этот месяц колоссальный, потому что свежо, тепло, сухо, чистенько. На улицу можно выйти, всё прямо в удобство. Кроме того, в Ильинском руководителю региона рассказали о планах по реконструкции здания бывшего бычника. После завершения всех работ нетелей, то есть молодых тёлок, будут содержать без привязи в холодное время года, на срок от 3 до 7 месяцев. Для этого в коровнике заменят кровлю, обустроят бетонные полы и систему удаления навоза. Мы по большому счёту вместе с руководством предприятия, вместе с работниками, мы создаём такую очень грамотную, мне кажется, уже современную логистику. То есть понятно, что сегодня резко увеличивается поголовье. И за счёт туксинского стада, и за счёт прироста собственного молодника. Поэтому сейчас очень важно, все те ресурсы, которые мы включили в наше племхозяйство Ильинское, их очень важно и с одной стороны объединить, а с другой стороны грамотно всё расставить. Стоимость работ по реконструкции бывшего бычника – почти 50 миллионов рублей. В текущем году предприятие, крупнейший производитель молочной продукции в регионе, планирует произвести почти 19 тысяч тонн молока. Алексей Неживёнок, Александр Колобов, Служба новостей.